В первое воскресенье августа в России традиционно отмечается День Железнодорожника. Накануне праздника представительная делегация из числа руководителей Ульяновской области побывала в стенах локомотивного депо. Это одно из старейших предприятий области. Оно было основано в 1899 году и теперь отмечает 120-летие. Несмотря на солидный возраст, локомотивное депо развивается. В этом году его парк пополнился уже 19-ю современными тепловозами «Пересвет». Ожидается поставка еще одного локомотива. Обновление подвижного состава позволит увеличить вес грузовых составов на 20%. И это не единственное изменение в железнодорожной сфере региона. На территории нашего региона все крупные станции отремонтированы. Сейчас совместно с российскими железными дорогами мы составили программу по ремонту уже более мелких станций, посадочных платформ для пригородных перевозок. И тоже у нас в планах за ближайшие пять лет уже всю инфраструктуру, связанную с качеством обслуживания пассажиров, также она будет выполнена. На встрече с трудовым коллективом локомотивного депо и ветеранами-железнодорожниками обсуждался широкий круг вопросов. В том числе речь зашла и о благоустройстве. Причем не только станции вокзалов, но и прилегающих к ним территорий. И даже железнодорожного района Ульяновска в целом. Если кто-то идет не только сюда в локомотивный депо, а и если едет на центральный депо наш железнодорожный вокзал, то видите, что мы наконец-то начали очищать улицу локомотива, те пара, которые там нас сопровождают всю жизнь. Ну а что касается здесь, то тоже локомотива, поэтому мы здесь начали строить огромный микрорайон. Ряду сотрудников вручили почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки. Кроме того, всем желающим продемонстрировали уникальную коллекцию музея Ульяновского локомотивного депо. Основные торжества по случаю Дня железнодорожника состоятся завтра. Место встречи неизменно – парк Виновская роща. Начало ровно в 10.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова